Приветствую призыватели! Добро пожаловать в очередной перевод видео от ProGuides. Сегодня мы расскажем о 10 малоизвестных имбовых билдах, которые стоит использовать, чтобы чаще побеждать. Лига Легенд это игра, исход которой определяется не только вашим умением и реакцией, но и изучением меты, позволяющей превосходить своих соперников. Чтобы вам было проще, наши аналитики сделали все исследования, о которых мы расскажем в этом видео. А теперь ответьте, пожалуйста, на наш вопрос дня. Какой фановый билд вам нравится и вы хотели, чтобы он был хорош? Лично мне нравится покупать так много предметов с зарядом, как только можно. Заточка статики, грозовая бритва, скорострельная пушка и еще один осколок кирхайс. Бурст с этих предметов выглядит забавным. Пишите свое мнение в комментариях. Что для меня Лига Легенд? Это эмоции. Заряд адреналина. Ощущение момента, который с тобой разделила твоя команда, стадион или твой премейн. Онлайн или на расстоянии пяти шагов, я чувствую себя участником событий, нарабных с игроками. Вместе с лутбет, я чувствую себя увереннее. Первым делом взглянем на Ринектона. Вы помните усиление клинка Уничтожного Короля? Ринектон точно помнит. Боттерк на нем сидит очень хорошо и многие игроки начинают покупать его. W Ринектона не только станет соперника, но также наносит две или три автоатаки, в зависимости от того, настакана ли его ярость. Это позволяет получить максимальную выгоду от пассивки клинка Уничтожного Короля, активируя ее несколько раз во время стана соперника. Это позволяет быстро уничтожить танков и брузеров, обе роли, которыми часто играют в данной мете на топе. При дачу, активная часть предмета позволяет Ринектону легче добираться до своей цели. Хуже, чем огромный ваншотающий тебя крокодил, может быть только огромный ваншотающий крокодил, который без проблем догоняет тебя и отхиливается. Руны стоит брать стандартные. Завоеватель, Триумф, Легенда, Стойкость, Последний Рубеж, Стены, Пластины и Разрастание. Второстепенную ветку можно сменить на Доминацию или что угодно, что вам нравится. В предметах берите Черную Секиру, Мерки, Литаби, Титаническую Гидру, Клинок Уничтоженного Короля, Испытание Астерока и Ангел-Хранитель. Калисто на топе. Очень интересный фикс тонны потенциала за керри тигру. Вы встречали кого-нибудь, кому нравится играть на топе против стрелков? Наверняка нет. И это потому, что против них тяжело стоять. Калисто показывает себя во всей красе против менее мобильных соперников, включая джиггернаутов и танков. Мы видим, что много новых чемпионов ближнего боя возвращается на топ благодаря недавним изменениям предметов. И это является прекрасной новостью для Калисто, потому что она очень мобильная. С ней и без того нелегко справиться, но когда ей в соперники выпадает чемпион ближнего боя, она становится гораздо более серьезной проблемой, чем вам бы хотелось. Факт того, что она может связать себя с лесником, также ставит ее соперника под угрозу дайва после шестого уровня. Когда соперник на низком уровне здоровья, лесник Калисто может подойти, начать дайв, потанковать пару выстрелов башни и быть утянутым в безопасность ультой. В рунах берите игра от клинков, внезапный удар или вкус крови, коллекцию глаз, ненасытного охотника, сверх лечения и легенду рвения. В предметах покупайте Кровавый Клинок, Клинок Уничтоженного Короля, Нагаленики Берсерка, Ртутный Ятаган, Скорострельную Пушку и Глашатой Смерти. Следующий в списке – Доктор Мундо. Очень недооцененный билд, брать на него раскрытую книгу заклинаний. Хватка нежити не является плохим выбором, но раскрытую книгу мало кто ожидает увидеть. Представьте Доктора Мундо вообще без ключевой руны. Он будет делать все то же самое почти так же эффективно. Он очень простой чемпион. Для многих чемпионов ключевая руна является фундаментальной частью их геймплея. Комета для паука, фазовый рывок для врыва или выхода из драки, завоеватель для дополнительного урона, а Мундо, даже без ключевой руны, может делать что ему захочется. Мундо ходить куда хотеть. Он нормально харасит своими тесаками, ему в этом помощь не нужна. Он наносит достаточно много урона, не получает особой выгоды от фазового рывка, ведь ему просто нужно попасть тесаком, чтобы догнать свою цель. Но раскрытая книга позволяет ему брать боевые заклинания, которые обычно приносят больше пользы, чем ключевые руны. Изнурение или призрак привнесут тонны дополнительного дуэль потенциала, которого иначе у него не будет. В рунах берите раскрытую книгу заклинаний, самое время, дезинтегратор миньонов, космическое знание, второе дыхание и разрастание. Мне кажется, многие переоценивали скорость сближения на Мундо. Космическое знание – прекрасная опция благодаря сокращению перезарядки, которое оно предоставляет. Но не бойтесь делать изменения, базируясь на том, что вам больше подходит. Предметы можно брать стандартные. Накидку солнечного пламени, таби ниндзи или мерки, облачение духов, шипованный доспех, доспех вармога и доспех горгульи. У нас было много билдов на топ-лейн в этом патче, но мы обещаем, это последний. И да, он, честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. Давай назовем его невероятно смелый Зиллиан. Есть один парень в Корее, который на него собирал, казалось бы, абсолютно случайные предметы на любой роли. Но поглядев повнимательнее, наш аналитик смог разглядеть основы того, что он пытается делать. По сути, как и Мундо, Зиллиан может делать, что ему захочется, без конкретной ключевой руны. Но в этот раз вы не будете брать раскрытую книгу, просто берите что вашей душе угодно. Больше всего мы видим призыв пушинки против стрелков и решительное наступление против ближников. В конце концов, Зиллиан чемпион дальнего боя, который может давить своих оппонентов решительным наступлением. Главная цель этого билда – собирать недорогие предметы, которые будут давать Зиллиану сокращение перезарядки. Неважно, как именно он ее получит, главное, что он ее получил. Желательно сфокусироваться на выживаемости с предметами вроде брони мертвеца. Дополнительная скорость передвижения не так важна, и Зиллиану не нужно атаковать, если он не собрался в билд через зубношора и решительное наступление. С этим билдом у Зиллиана будет чуть больше постоянного урона, но самое важное – это именно сокращение перезарядки. Если вы пропустили их, взгляните на билды для топа в последний раз, потому что мы отправляемся в лес. Начнем мы с Киндред с Мономуном. Этот билд был найден лучшим игроком на Киндред в Северной Америке – Forest Within. Все и так знают, как работает Киндред, так что давайте просто поговорим про билд. Один из самых больших плюсов этого билда – невероятный пауэрспайк на двух предметах. Ваши два главных предмета – это Зачарование, Воитель и Мономун. Мономун стоит всего 2400 золота, а Красное Зачарование стоит 2600. Так что всего за 5000 золота вы получите свои два кор-предмета. Вы найдете свой пауэрспайк намного быстрее, чем остальные 9 игроков. Выход на пауэрспайк быстрее своих оппонентов позволит иметь превосходство в статах в важных драках и получать драгоценные метки. В рунах берите решительное наступление, присутствие духа, легенды рвения, последний рубеж, магическую обувь и рынок будущего. Присутствие духа даст вам дополнительную ману, что хорошо синергирует с Муроманой, а остальное – ветки точности и без того очевидно. Магическая обувь и рынок будущего критически важны для этого билда. Вам нужно будет максимальное количество дополнительного золота, которое только можно получить. Так что бесплатные сапоги определенно входят в ваши планы. Рынок будущего поможет с крупными покупками, к тому же покупать завершенные предметы будет очень важно, так что это тоже обязательная руна. В предметах берите Красное Зачарование, Мономун, Поступ Меркурия, Секиру, Зев Малмортиуса и Ангел Хранитель. Если сопротивление магии вам не нужно, берите Табиру на Ангрань Бесконечности и Глашатой Смерти. Прежде чем вы пойдете играть на этом билде, есть одна вещь, которую стоит упомянуть. И это то, как нужно тратить золото в начале. Начните с Мачете Охотника, как и обычно, но с первого бэка вам нужно купить Кирку. Если вы можете себе ее позволить, то вам стоит ее брать. В конце концов, какой стрелок не любит дополнительное АД? Это поможет с зачисткой леса и даст дополнительную силу для дуэлей. Вашей следующей целью будет вернуться с 1500 золота и купить Мономун. Ни в коем случае не покупайте Слизу, это очень неэффективная трата золота, так что если вам не хватает на полный предмет, просто улучшите Мачете Охотника. Следующий в списке у нас Олаф. Олаф с Хищником возвращается не менее устрашающим, чем он был до этого. У него и без того есть целая куча урона в способностях. Комбинация дополнительной скорости атаки в зависимости от недостающего здоровья, очень низкая перезарядка на топоре, вампиризм на W и чистый урон на E делают этого викинга очень больно бьющим чемпионом. Я пытаюсь сказать, что вам не обязательно брать завоеватель на Олафа. С чем у него обычно бывают проблемы, так это с тем, чтобы добраться до своей цели. Хищник нивелирует эту проблему, благодаря чему вам будет проще залетать в драки и выходить на ганги. Вот билды, которые мы подготовили для леса. Сделайте скриншот и давайте перейдем на мид. Начинаем мы с Райза с хэкстэковым штыком. Количество лечения, которое он получает со штыка, просто безумное. И пусть лечение уменьшено для заклинаний бьющих по площади, у его кью есть небольшая интересная способность. Когда кью Райза попадает по нескольким целям, первый соперник будет засчитан как одиночная цель, в то время как заклинание по второму сопернику будет засчитано как АОЕ. В результате Райз получает огромное количество лечения с его умений. Его Ешка также считается одиночным умением, так что использование комбинаций позволит ему оставаться на высоком уровне здоровья и вылечивать любой урон, который он получил. В рунах берите фазовый рывок поток маны превосходства надвигающуюся бурю ненасытного охотника и вкус крови. Пусть это и не стандартные руны, я хочу выделить синергию хэкстэкового штыка с ненасытным охотником. Количество лечения, которое не дают Райзу, безумно, а в паре оно и вовсе становится невыносимым. Против этого очень тяжело играть. В предметах берите Жезл Веков, Объятия Серафима, Сапоги Чародея, Хэкстэковый Штык, Шляпу Рбадона и Посох Бездны. Зовите это пережитком прошлого, но замерзший молот снова популярен на Ясуо. Топ-3 Ясуо-мейнера в Корее собирают его третьим или четвертым предметом в каждой игре. Этот предмет очень силен на Ясуо по нескольким причинам. Во-первых, он делает его танковее. Ясуо известен за то, что его нелегко взорвать. 0-10 поверспайк и все такое, но с призрачным танцором и замерзшим молотом Ясуо становится очень сложно убить. Также это позволит ему активировать пассивку несколько раз за бой. Также комбинация танцора и молота позволяет Ясуо гнаться за целью до самого края земли. Призрачный танцор дает дополнительную скорость передвижения, а молот замедляет соперника при каждой автоатаке. Как только Ясуо достает до своей цели, становится очень сложно убежать от этой лавины порезов, не говоря уже о том, что вас скорее всего подкинет его торнадо. Помимо замерзшего молота, остальной билд вполне стандартен. Мы закончили со средней линией. Взгляните на эти билды в последний раз и давайте перейдем на нижнюю линию. Вы, возможно, уже слышали о тренде неформящей Сенны, но мы хотим осветить самые выдающиеся на данный момент дуо на боссе. Керри Сенна с нуля крипами плюс Тамкенч Саппорт – один из самых сильных ботлейнов в игре на данный момент. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, игроки начали играть на сцене на позиции стрелка в роли саппорта. Это может звучать непонятно, но по сути это значит, что саппорт будет фармить, в то время как Сенна – это стрелок, отдающий фарм. Эта тактика работает, потому что она может начинать фармить крипов позже в игре, когда закончит свой саппортовский предмет. Такая стратегия лучше для нее, потому что благодаря недавним ослаблениям, когда Сенна убивает миньона сама, у нее очень низкий шанс получить туманную душу. Но если союзник убивает миньона, шанс выпадения очень высок, так что если вы возьмете какой-нибудь флексовый соло пик вроде Таама, который наверняка сможет найти золото применения, это беспроигрышная ситуация. В итоге ваш саппорт будет бегать как на стероидах, что является интересной переменой, учитывая, что они обычно не получают много золота. Таама буквально не остановим на такой линии, потому что его Е на паре с Кью Сенны делают его неубиваемым. Такое дуо практически невозможно отзонить от миньонов. На Сенну в рунах берите ледяной нарост, магическую обувь, доставку печенья, скорость сближения, присутствие духа и легенду родословная. Начинайте игру с призрачным серпом, после чего покупайте монамун, ботинки стремительности, сумеречный клинок, теневую глифу и грань ночи. На Таама берите страж живой источник накопления, разрастания, дезинтегратор миньонов и скорость сближения. Начинайте с щита Дорана. Это даст вам дополнительный сустейн на линии и позволит проще добивать миньонов. После чего берите Таби Ниндзя, Броню Мертвеца, Доспех Гаргульи, Клятву Рыцаря и Облачение Духов. Щит Дорана замените на то, что вам более необходимо. Заметьте, что оба чемпиона берут скорость сближения, потому что они оба привносят контроль. В нужное время они могут легко догонять своих врагов. Тааму нужен дезинтегратор, чтобы забирать миньонов, до которых он не может добраться, и сделать проще добивание после того, как использовал заряды. Это все для роли Стрелка. Взгляните на эти сборки в последний раз, и давайте перейдем к саппортам. Первым делом у нас есть саппорт Зикс. Присоединяясь к рядам случайных мидеров, которые заработали на роли саппорта, Зикс работает почти так же, как Зерат, благодаря его большому рейнджу. Вам не нужно будет использовать ману для фарма, и вместо этого ее всю можно будет использовать на паук и трейды с оппонентами. По сути вы играете Зиксом как обычно, не считая того, что вы на нижней линии. Вам не нужно фармить и чаще использовать тотемы. Если ваш лесник использует Герольда на нижнюю линию, Зикс может взорвать ее с помощью W. После осколка истинного льда, Зикс может забирать немного фарма и зачищать волны миньонов за команду, если необходимо. В рунах берите комету, поток маны, полную сосредоточенность, ожог, доставку печенья и космическое знание. В идеале просто стойте вне зоны досягаемости для соперников и закидывайте их умениями. Комбинация сосредоточенности и ожога добавит вам дополнительный урон и поможет с полком оппонента. В предметах берите Осколок истинного льда, Эхо Людена, Сапоги Чародея, Морелла на Микон, Шляпу Рободона и Посох Бездны. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо за просмотр! Оставляйте комментарии и отзывы или просто расскажите, что вам понравилось в этом видео. Кому в конце концов не нравится получать комплимент? До следующего раза и удачи в ущелье! Субтитры сделал DimaTorzok